Итак, ребята, чтобы вы не тратили много времени на просмотр этого видео, в общем, суть ролика такова, что я приобрел вот такой джойстик на Алиэкспресс. В российских различных магазинах, ну, в российских, так как, маркетплейсах такой джойстик можно купить рублей за 800, а это не обошелся где-то 23 евро. Вот так вот. Вот суть всего ролика, короче. С PlayStation работает нормально, но не оригинал. Но по использованию, как в том меме, в принципе вкусно, не то чтобы вкусно, но в принципе вкусно. Итак, ребятки, распаковка посылки за 22 евро. Сейчас посмотрим, что же там внутри. Потому что хотелось заказать джойстик для PlayStation 4, недорогой. Чтобы хотя бы кнопочки на нем были нарисованы, как на PlayStation. Товар даже зашел практически за, получается, за 20... Ой, за 10 дней примерно дошел товар, быстро, короче. Я зашел, прощупал немножечко через пакет, и я понял, что здесь какая-то фигня лежит. В магазин я зашел, который продавал этот, ну, на Алиэкспрессе. И, по сути, магазина уже как бы нету. То есть, магазин одноневка. Я надеюсь, что бабки вернут, скорее всего. А может, не вернут. Ну, в общем, может быть, если вернут, получится на халяву, типа, товар получить. Ну, в общем, что у нас тут имеется? У нас тут имеется, по сути, джойстик от PlayStation. PlayStation 4. Упакован неплохо. И цвет совпал, который я заказывал именно так. И смотрите, на кнопочке даже PS написано. То есть, что заказывал, вроде то и получил. Но это, скорее всего, конечно же, не оригинал. Да, не оригинал, потому что, видите, проводок в комплекте идет. А если проводок в комплекте, то это не оригинал. Вот. Сейчас я достану. Джойстик дошел. И можно проверить его на работоспособность. Кстати, у меня здесь есть оригинальная коробка. Вот так она выглядит. Это более хлипкая такая, в общем. На вид похоже. Но есть какие-то различия. То есть, картинка более тусклая. И шрифты. Шрифты, смотри, тут мелкие. Тут такие толстые шрифты. А на лицевой стороне... На лицевой стороне тоже, в общем, отличие и видно. То есть, надпись Sony. Такая какая-то напечатанная. Совершенно они разные. Шрифты даже. Шрифты разные. То есть, толстый такой. Даже не знаю, по какой версии. Также, смотри, пленочка есть на тачпаде. Пленочка на тачпаде тоже говорит, что это не оригинал. Так, в общем. Кобелек в комплекте. Значит, уже не оригинал. Пленочка. Так, пробуем. Включение есть. Включение. Смотрите, как это. Ну, как последние модели. То есть, вот эта вот фигня есть. Моргает. Значит, наверное, должен работать. Геймпады можно проверять. Вот в такой программке. Кстати, мой вот этот нерабочий, который на PlayStation геймпад, он через провод тоже, кстати, работает отлично. Все хорошо работает на компе. Ну, то есть, здесь можно проверить только мертвые зоны и все такое. То есть, проверить полностью работоспособность на PlayStation не получится. В общем, включаю геймпад. Подключаю вот шпеньк. Подключил. Пошла зарядка. Так. Детекта нету никакого. Не определяется. На этом сайте автоматически DualShock определяются. А, вот, определился. Смотри. Кнопочку PS нажал. И геймпад определился. Давайте посмотрим по мертвым зонам. Вот у нас тики. Итак. Да, мертвые зоны как... Ну, не такие уж сильно критичны. Смотри. Мертвые зоны. Я не знаю, видно, нет. Как показать. Они, в общем-то, есть. Но минимальные. Да, вот здесь вот переход есть. Смотри. Переходы есть, да? Смотри. Ну, прям нормальный круг рисуют. Но здесь я круг отдельно нарисовать не могу в этой зоне. То есть, для... Как бы этого. Для неоригинального джойстика вполне себе, кстати, неплохо. То есть, как для компа купить. Просто там играть в какие-то игрушки. Ну, короче, это... Ну, где не требуется стиком управлять, джойстик вполне нормальный. То есть, здесь и вибрация должна быть нормальной, и оксидирометр. То есть, даже можно... Мертвые зоны здесь, скорее всего, как в ниндендовском джойстике. То есть, играть в игры для нинденда такой джойстик даже будет, наверное, лучше, чем какой-нибудь... Даже оригинальный ниндендовский взять. Только что, если здесь... И единственное, что здесь отличие будет, это отсутствие амибо вот этих вот этих NFC-модуля. А так для компа джойстик, как бы за свои деньги, я бы сказал, вполне себе нормальный. И с тем, что... Смотри, эти как бы триггеры работают тоже, как положено. То есть, даже у ниндендовского джойстика эти триггеры не работают. Они работают просто как нажатие обычных кнопок. А здесь регулировка газа, допустим, в играх там в GTA-шку какую-то играть. Но в GTA-шку фигово играть, потому что... Хотя там автоприцел есть. Даже можно в GTA-шку играть. В России тоже продаются во многих магазинах вот эти неоригинальные. Там 2500 тысяч. То есть, на Алиэкспрессе. Какой попадет? Мне обычно раньше, я как бы заказывал, когда вначале вот эти неоригинальные продавались. Они продавались здесь вот кнопки PS не было нарисовано. А вот этот джойстик просто, допустим, если у вас джойстик мёртв, просто, допустим, для продажи приставки можно использовать. И плюс, конечно, что идёт провод в комплекте. А оригинальные запчасти, вот, допустим, на этот джойстик даже плату, если заказывать, стоят каких-то космических денег. То есть, оригинальные запчасти для джойстика что-то как-то всё дорого. Поэтому, если там для друзей, ну, то есть, для себя играть – это вообще не вариант. А друзья, если у вас друзья-игроманы, они обычно приносят свои джойстики. А если у вас друзья не игроманы, а чтобы они не уничтожали вашу технику, для них вот… Или дети, хотя дети тоже, поиграв какое-то время, потом хотят оригинальные устройства. И, как показала практика, оригинальные устройства… То есть, дети даже как бы не старались убивать. Оригинальные джойстики всё равно неплохо живут. И дети, поиграв немножечко, тоже не любят неоригинальные джойстики. Потому что на неоригинале, после оригинала, даже на убитом оригинале играть намного лучше, чем на неоригинале, на новом даже. Новый неоригинал, конечно, будет хуже, чем даже бэушный какой-то ушатанный оригинал. Просто я хотел улучшить его, ну, как бы поставить… Поставить 3D-аналоги, вот эти вот, назапаивал. Видимо, убил тач-панель, и он у меня теперь на PlayStation не работает. А так джойстик просто довёл практически до идеала. Но, к сожалению, он теперь с PlayStation не работает. Только по проводу с компом можно на нём играться. Вот этот джойстик… У меня были скептические к нему отношения. Но, видите, ровно круг даже чертит. Но мёртвые зоны на всех осях у нас застревают. То есть, застревают на вертикальной оси, застревают на горизонтальной. Что один, что второй. То есть, мёртвые зоны… Так, отличие, конечно, Xbox-овского геймпада от PlayStation-овского. То, что Xbox-овский, всегда можно подключить без провода. А вот PlayStation-овский, вот который провод в комплекте взял. PlayStation-овский джойстик ты вообще никак не подключишь к PlayStation-у, пока провод хотя бы один раз не втыкнёшь в приставку. Сейчас попробуем вот с этим проводом из комплекта вставить в приставку. Чуть проводок короткий. Да, короткий провод. Не дотягивается. То есть, оригинальный провод у меня здесь вот висит. Дотягивается. Вот это не дотягивается. Сейчас куда-нибудь сюда положу. Попробую дотянуться одной рукой. Так, проводок в итоге вставился. Даже зарядка идёт. Кнопку нажимаем. Определился. Работает, прикинь. Сейчас проверим все его функции. Ну, в общем, джойстик подконнектился. Вот такая тусклая стоит подсветка. Он у меня настройках такой. Джойстик заряжается. В общем, подконнектился. И с PlayStation-ом работает. Потестить. Можно геймпад любой. Это в этой программке роботы-малыши. И так, идёт проверка контроллера. Вроде определяется. Пуск контроллера. Посмотрим. Ну, работает вроде как. Световая панель работает. Так, тачпад работает. Вибрация, кстати, неплохая. И не дребезжит. Акселерометр работает. Динамик что-то не слышно. А вот динамик работает. И даже не совсем плохо. Вполне себе достойно работает. Акселерометр, правда, такой глючный. Акселерометр глючный. Показывает, что все системы в порядке. Акселерометр с запозданием. Ну, вроде работает. Фиг знает. Попробовал порулить в Гран-Туризм. И пожмакать на газ. Смотрите, газ вот справа там, да? Да. Усилие газа можно регулировать. Стик вполне себе достойный. Для того, чтобы в Гран-Туризм можно поиграть. Вполне себе неплохо. Так что Джои вполне себе, наверное, пойдет. Но оригинал, конечно, лучше. Но так вот, как вариант для гостей, в принципе, даже за свои деньги, сколько сейчас в сравнении, сколько сейчас стоит оригинал, вполне себе пойдет. Но ссылку я оставлять не буду, потому что покупайте оригинал, а такой только для гостей, для тех, кому, чтобы было не жалко раздолбать его. Звук по блютузу в наушниках тоже работает. Также интересно разобрать этот джойстик и посмотреть, корпус от него может подойти к оригинальному, либо нет. Оригинальный я уже уничтожил. И, скорее всего, он не работает из-за тач-панели. Может быть, эта тач-панель сюда подойдет, но есть риск сломать еще и этот джойстик. Геймпад удалось раскрыть, не поломав даже защелки. И вот, что мы видим здесь внутри. 3D-аналоги здесь вот такие вот. Вроде как они здесь свои, потому что уже люди были, разбирали, пытались поставить сюда на датчиках холла от оригинала, ну, которые к оригиналу подходят, и они здесь не работали. Хотя, ревизия от ревизии могут отличаться. Вот, так что не знаю, не знаю, не знаю, может быть, что-то поменялось. Ну, в общем, внутри выглядит вот так, плата вот такая. Туда смотреть не буду, тут чипа вроде как больше не видать. Вот это вот чип, единственный, который за все, видимо, отвечает. Плата довольно-таки широкая. Сейчас главный интерес попробовать оригинал, от оригинала сюда запчасти вот вставляются. То есть, оригинальный джойстик впихнуть, в общем-то, вот в эту рамку. Также кнопочки я посмотрел, кнопочки, как вы знаете, двухкомпонентные в оригинале здесь, они просто вот нарисованы. Хотя вот такого джойстика может быть и в оригинале нарисованы, точно не знаю. У меня такого джойстика оригинала не было, поэтому точно сказать не могу. Вообще стандартные джойстики. Ну, сейчас я открою оригинал, посмотрим. Ну, смотрите, оригинал, кнопочка, видите, она из двух пластиков. То есть, внешний и внутренний. То есть, этот вот треугольник, он не нарисован. Это пластик. То есть, кнопки вы никогда не сотрете у оригинала. И все кнопки такие. А вот такого джойстика, возможно, скорее всего, у оригинала было тоже так же. То есть, двухкомпонентные вот эти вот вещи. А здесь вот они просто нарисованы. То есть, можно стереть, по сути. Вот. И здесь платы, смотрите. То есть, аналоги. Вот оригинал, аналог. А вот не оригинал, аналог. Очень похоже. Здесь я уже поставил аналог с датчиками пола. Отворилось все нафиг. Вот. И по размерам они, в принципе, идентичные. Но ничего здесь не подойдет. К не оригиналу. Ну, и по поводу, можно ли запихнуть оригинальную плату в не оригинальный вот этот вот корпус. По сути, в принципе, можно. Только здесь есть небольшое различие. Тут все практически идентично. Но вот эти вот стойки, вот это вот. Вот эти стойки, они различаются по месту расположения. Тут возле стика она здесь находится. Вот здесь они находятся. А здесь чуть-чуть дальше. То есть, если их обломать, то оригинальная плата сюда встанет. Но на оригинальной плате вот эти вот кнопульки старта и селекта, они, ну, на второй ревизии, они вот прямо на пластике здесь сделаны. То есть, на самой плате. То есть, это цельная такая конструкция. А вот здесь они съемные. То есть, ну, можно их как-то наплавить, просто оторвать отсюда, если хочется в цвет попасть. Вот эти просто придется отрывать отсюда. Вот эти каким-то образом сюда приклеивать их. На эту вещь. То есть, в принципе, купить такой джойстик просто для... То есть, сами корпуса для оригинальных джойстиков, они стоят практически дороже даже, чем если купить китайский джойстик. То есть, ко второй ревизии... Ну, там фиг его знает, какой просто джойстик попадется. По сути, ко второй ревизии корпус от таких джойстиков можно засунуть. А в нижнюю часть корпуса оригинальная, в общем, вся вот эта конструкция, вся плата входит как себе домой. То есть, оригинальная плата, оригинальная начинка все сюда залазит. Не оригинальный джойстик. То есть, различие здесь только вот здесь. Вот в этих стойках. Так что, не оригинал можно взять для апгрейда. То есть, если вам не нравится цвет, вы видите, недорогой джойстик. Тоже как попадет, фиг его знает. Здесь оно под второй ревизию. Здесь вроде как сделано нормально. Фиг его знает, какой придет. Неизвестно. Может придет, который не будет подходить. Но вот у меня вот сошлось. Вот. И вот эти все места тоже очень похожи, как на оригинале. То есть, оригинальные внутренности можно запихать в такой корпус, по сути. Вот. И здесь вот все практически идентично. Тут расположение просто шлейфа в другую сторону. Шлейф, кстати, по пинам я тоже посмотрел. Только тут медные такие вот пятаки. А здесь похоже на алюминиевые какие-то. Вот. Ну, эта плата здесь отличается. Здесь налево выходит, здесь направо выходит плата. Я думаю, что может быть даже плата не оригинальная. Хотя, вряд ли она нам подойдет. Хотя, мне кажется, распиновка может быть одинаковая. Там хрен его знает. В общем, это нужно прозванивать, смотреть. Так что, может быть, даже от не оригинала какие-то запчасти, но, по крайней мере, шлейф. Я бы смотрел, они по размеру вроде одинаковые. То есть, шлейф, какие-то вещи можно даже использовать. Вот. В общем, очень интересное исследование, так скажем. из не оригинала можно вставить в оригинальный геймпад, но тоже возникает проблема. Видите, вот с этими дырками вот эти вот ножки должны в эти дырки провалиться. Вот. И здесь, кстати, в контактной площадке контактная площадка получается сделана под оригинал. Они идентичные. то есть, контактная площадка скорее всего тоже как запасная часть скорее всего подойдет. То есть, они прям идентичные, но немножечко различия видны вот по этим вот по контактам. Здесь вот они двойные такие, хотя нет, здесь тоже двойные. Даже по контактам они практически одинаковы. Так вот, если посмотреть, так что, скорее всего, вот эта вот контактная площадка, если вдруг здесь какие-то проблемы с этой будут, то есть, она прям идентичная оригиналу. И можно, так сказать, сразу, наверное, можно поменять. И вот этот пластик, пластик, короче, тоже, он отличается скорее всего только вот этими вот отверстиями. Видите, вот эти отверстия подходят в оригинальные вот эти вот штуки вставляются. А здесь вот в контактной плате сделано вот место именно как раз там, где нужно. Но здесь вот дырки вот здесь. Так что в оригинале тоже придется обламывать вот эти вот стойки, чтобы запихнуть неоригинальный джойстик в оригинальный корпус. Перенос оригинальной платы на вот этот пластик в принципе возможен, если обламывать вот эти вот фиксирующие элементы. То есть, вот эти фиксаторы ломать скорее всего не встанет. И неоригинальная плата перенести вот на этот пластик тоже в принципе возможно, придется тоже обламывать вот эти вот крепежи. Хотя может и не придется, потому что они здесь мимо проскакивают получается. Вот. Потому что вот эта вот часть ниже наверное пройдет. Да, ниже пройдет, так что неоригинальная плата сюда может даже встанет нормально, но будет не зафиксирована. Но в принципе она притягивается все этим шурупом, а сами фиксаторы вот этого пластика, они как бы будут просто болтаться мимо. Но неоригинальная если сюда вставлять, она будет вот она вот прям под этой хотя может быть и встанет. Так что фики узнает. По идее должно вставляться. Вот. И неоригинал может быть тоже встанет. Потому что вот эта плата она получается ниже. Здесь она ниже этой кнопки, а здесь она вот. Хотя не сильно ниже, так что скорее всего будет опираться сюда. В эти стойки придется их тоже обламывать. По сути неоригинал, неоригинальную плату в неоригинал перевести и перенести можно. Из неоригинала в оригинал тоже по сути в принципе можно. То есть изменения просто минимальные. Вот стойки только не там находятся и крепежи вот эти и все. Во всем остальном китайцы сделали практически идентичное все. Ну и вот эти крепежи то есть упор этого джойстика реализован вот таким образом моторчиков. Он здесь упирается просто в корпус а здесь упирается вот таким образом. Укорочен так скажем. То есть здесь они не в оригинал здесь стойки торчат а этот джойстик просто через болты вот так фиксируется. Я может повторюсь но есть подозрение что оригинал не работает именно от того что сломалась тач панель не знаю почему она вышла из строя в общем когда я переделывал вот эти вот стики перепаивал что-то короче пошло не так джойстик перестал подключаться к плейстейшену и к телевизору подключается и тач панель не работает. Вот что я заметил вот и есть желание попробовать тач панель от неоригинала подцепить но есть риск что оба геймпада накроются после этого кстати нашел такие геймпад на российских маркетплейсах стоимость всего лишь от 800 до 1300 рублей то есть копейки стоит можно покупать и экспериментировать по-всячески с ними как компьютерный джойстик он вполне себе неплох за такие деньги 800 рублей прикол этому геймпаду не нужна вообще никакая тач панель вот снял все тач панель снял и он работает но в общем решил я не рисковать и неоригинальные всякие запчасти не ставить на оригинал может быть когда-нибудь я найду причину в чем с ним проблема на российских маркетплейсах такие джойстики можно найти по 800 1300 рублей я уже повторяюсь и запчасти некоторые такие как кнопочки ну даже практически весь корпус можно заменить то есть движки если сломались то есть какие-то запчасти можно купить получается купив джойстик на оригинал можно получается дешевле взять то есть шлейфа вот эти подходят шлейфа подходит я думаю разъем я не стал экспериментировать разъем который здесь стоит вставляется не стал экспериментировать что-то еще может подойти моторчики кнопочки резиночки и вот это пленка тоже подходит к оригиналу второй ревизии по сравнению с их так что как для запчастей таких получается даже дешевле взять неоригинальный джойстик корпус типа новый можно поменять и все в общем неоригинал тоже прикольная тема именно вот такой вот потому что другие неоригиналы я разбирал и там ничего не подходит ни кнопки ничего хотя может быть первым ревизием в общем делают идентичные можно брать просто под запчасти как под запчасти нормальная тема как играть тоже в принципе сойдет для гостей для детей чтобы не жалко было раздолбать ценник у них нормальный такой мизерный так скажем в сравнении с оригиналом